Всероссийская акция «Я проверил сахар крови, а вы» стартовала в марте 2017 года. Её подхватили 10 городов, в том числе и Оренбург. Известные люди страны и нашего региона приняли участие в фотосессии, цель которой – привлечь внимание к раннему выявлению сахарного диабета. Регулярный контроль уровня сахара в крови помогает своевременно принять меры и предупредить развитие грозных осложнений этого недуга. «Я измерила 4,5, а постоянно 9,1». «Комиссию на работе проходила месяц назад». «Про сахарный диабет что-нибудь слышали?» «Слышал, много. Пока в норме ещё сахар». «А вы знаете свой уровень сахара?» «Нет, не знаю». «Вообще не измеряли?» «Не помню, когда была у врача. Всё некогда». «Сегодня пришли на акцию, чтобы, наверное, узнать?» «Да, пойду потом кровь сдавать». «Нужное дело?» «Да, нужно». Оренбургская акция прошла в мегамоле «Армада». Она началась с флэш-моба, который организовали волонтёры – студенты медицинского и педагогического университетов. Затем молодые люди провели скрининг-анкетирование более 300 человек и помогли им узнать, входят ли они в группу риска развития сахарного диабета. Также во время акции состоялась пресс-конференция для журналистов. Врачи-эндокринологи, руководители областных и городских лечебных учреждений. Представители регионального министерства рассказали о том, как сегодня в области организована медицинская помощь пациентам, страдающим сахарным диабетом. «Мы хотим всё-таки вот эту технологию работы с этими пациентами перенести на другие когорты пациентов. И не только пациентов, а на всё население. То есть, всё-таки мы ставим задачу перед собой, прежде всего, как сообщество докторов, научить гражданина отслеживать своё состояние здоровья. Наша задача всех нас с вами – обучить их этому. И вот эти акции, они призваны заставить гражданина подумать, а что же вот он ходит сейчас с покупками, играет с детьми в этой прекрасной галереи. Вот, чтобы он только немного остановился и подумал, что он сегодня съел, какой у него может быть сахар крови. И начал регулярно его отслеживать». В течение всей акции работали посты здоровья, которые приняли более тысячи человек. Специалисты областного центра медицинской профилактики и врачи городских больниц проводили бесплатное консультирование и давали рекомендации о здоровом образе жизни. «Я когда начинала работать, у нас было всего 2600 больных с сахарным диабетом. Сейчас прошло 50 лет, больше 65 тысяч. И эта проблема, мировая проблема, а не только в нашем области». В отношении самого себя, ну, как известно, есть у всех в жизненном цикле такой возраст, когда это нужно делать регулярно, может быть, не раз в три года, а раз в год. Мы, врачи, проходим дистанциализацию по своему 302 приказу. И я тоже проверил сахар крови буквально под эту акцию, поэтому считаю, что вполне имею право быть размещенным на этом плакате и буду его контролировать, потому что это качество жизни. Если этот вопрос запустить, то можно зайти к осложнениям, которые уже в нашем стационаре лечатся тяжелым. Это такие осложнения, как трофические язвы, нарушение функций печени, мозга, нервной системы. Если не заниматься диабетом, то качество жизни, способность резко снижается. Современная медицина располагает достаточно большое количество убедительных данных, говорящих о том, что ранняя диагностика, соответственно, ранее начатое лечение сахарного диабета позволяет нам сохранять буквально десятки лет жизни. Вздумайтесь только, не год, не два. Десятки лет жизни. И работая вот в нашей клинике, я вам могу ответственно заявить, что подавляющее большинство пациентов, которым требуется высокотехнологичная медицинская помощь, которую мы оказываем в стенах Оренбургской областной клинической больницы. Так вот, подавляющее большинство пациентов имеет либо сахарный диабет, либо нарушенную толерантность к глюкозе. И это свидетельствует лишний раз о том, что государство тратит огромные деньги на лечение последствий сахарного диабета. И возникает, естественно, вопрос, а что будет, если мы будем предотвращать? Будет экономиться огромное средство, которое государство может совершенно на другие цели направлять и использовать. И я также благодарен за то, что меня пригласили участвовать в этой акции. И надеюсь, что та небольшая лето, тот скромный вклад, который мы внесем в популяризацию, вот подобного подхода к профилактическому, принесет пользу. Это можно выявить, это можно предотвратить. И самое главное, с этим можно полноценно жить. Вот обсуждая все это вместе, вместе сдавая кровь, занимаясь профилактикой, обсуждая вопросы питания, нам удастся достичь того, что не врачи и медицинские сестры будут контролировать основные показатели, а каждый будет знать, помнить и обращаться к медикам только тогда, когда появляются первые звоночки о том, что в организме не все хорошо. Поэтому я бы с удовольствием присоединилась к этой современной и очень грамотно организованной акции, потому что круг – это символ бесконечности. Мы можем бесконечно работать в направлении сохранения жизни наших сограждан.